Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Павел Юрьевич. Спасибо за то, что вы собрались на второй вебинар. Мы с вами сегодня поговорим о принципах дизайна. Это такое продолжение истории, которая была в пятницу. И если вы помните, она называлась вот так вот. Красота, страшная сила. Я думал, как эту историю продолжить, каким названием. В общем, ничего лучше не придумал, как сказать, что это красота, это страшная сила 2. Ну и, соответственно, мне надо было под это дело сделать новую заставку, первый слайд для моей презентации. Ну и вот я сейчас буквально немножко пройдусь для того, чтобы вы поняли, как эта история примерно возникает. То есть в тот момент, когда вы добавляете цифру 2, вы понимаете, что надо как-то ставить по-другому, потому что двойка после отклицательного знака выглядит как-то не очень хорошо. Но можно, например, поставить в кавычках и написать 2. Ну, у нас здесь появились елочки. Тоже не очень, в общем, комфортно, да, наверное, в плане восприятия. Можно написать часть 2, но часть здесь какая-то слишком крупная, поставлю ее помельче. Все равно как-то не очень отделяется, курсивом наберу. Вот. Кстати, к тому вопросу, возвращаясь, о котором мы говорили в прошлый раз, Павел Ильич говорил про то, что вроде как нельзя жирный курсив. Вот смотрите, я здесь не использую жирный курсив именно потому, что мне нужен одинаковый цвет у курсива и у основного текста. Вот. Ну, в общем, тоже, в общем, какая-то не очень удобная история. В общем, надо чуть это двинуть. Да, так уже получше. Ну, в общем, меня все равно это не очень устраивает, потому что выглядит как-то очень одинаково. Поэтому я, наверное, попробую... Так, что-то у меня тут... Сделать второй заход. Да, второй заход на эту заставку. И вот еще раз. Просто это страшная сила. И давайте попробуем сделать что-то радикально другое. Возьмем большую красную цифру 2. К этой большой красной цифре 2 надо думать теперь, куда девать всю кучу значков, которые есть у меня на слайде. Может быть, раздвинуть. Ну, в общем, как-то не очень хорошо. Может быть, сгопировать в одну кучу, но все равно какое-то кладбище. Переставить их, чтобы стало как-то удобнее. Все равно заваливается вбок. Может быть, вертикально. Может быть, переставить их местами, чтобы как-то чуть лучше опиралась эта конструкция. Да, вот может быть, вот так вот. Может быть, чуть поплотнее, но все равно очень большой элемент. Переставим местами. Двойку в один угол, эти элементы в другой. Тоже большая часть. Поставлю вниз. Ну, вот так вот как-то уже, может быть, получше. Ну, и теперь отодвину еще заголовок. Вот смотрите. И вот после таких некоторых манипуляций, которые я сейчас проделал, мы с вами получили, наверное, вот такую заставку нашего сегодняшнего лиминара. Вторая часть. Видно, что вторая сразу. И я, собственно говоря, теперь уже перехожу к тому, о чем говорить. Для тех, кто не был в пятницу, напоминаю, что когда мы говорим про красота, страшная сила, это такой тезис о том, что в данном случае у нас история выглядит следующим образом. У нас есть понятие страшно, есть понятие красиво, которое мы с вами интуитивно как-то понимаем и можем отличать. Мы с вами в прошлый раз занимались тем, что оценивали некоторые презентации, говорили об этом. Сегодня мы с вами поговорим о пяти принципах дизайна. Дальше я покажу то, как, собственно говоря, эти принципы можно использовать в реальной практике на разных кейсах совершенно. И опять же немножко, может быть, уточню те рекомендации или повторю для тех, кто не был, например, в пятницу, те рекомендации, которые я уже говорил про то, как стоит это делать, как стоит опираться на какие-то элементы. Вот. Далее. Итак, принципы дизайна. Принципы дизайна. Мы можем посмотреть разные источники, увидеть разное количество, но в целом можно говорить о том, что они плюс-минус сводятся примерно к пяти принципам. Это принцип единства, принцип баланса, принцип контраста, принцип динамики и принцип нюансировки. Мы с вами рассмотрим сначала эти принципы на простых примерах. Я прошу вас отвечать на вопрос, который вы задаваете при этом в чате. Вот. И мы с вами при этом будем оценивать какие-то элементы. Итак, первый принцип. Принцип единства. Принцип единства предполагает, что у нас отдельные элементы, которые мы используем, их объединяет в нечто общее. И первый у меня вопрос вот такой. Смотрите. У меня есть два изображения. Что общего у одного и второго изображения? Пожалуйста. На ваш взгляд. Что их объединяет? Можем ли мы говорить о том, что у нас есть некое единство в этих изображениях? Или же они радикально разные? Портрет. Окей. Да. И то, и то портрет. Еще какие-то есть вещи? Портрет мужчины. Борода, воротник, костюм, портрет. Одежда. Возможно, время, эпоха. Жанр. Портрет эпоха взгляд в одну сторону, исторические персоны, время в три четверти. Ну что ж, коллеги, совершенно верно. На самом деле, я больше вам скажу, что это портрет одного и того же человека. Совершенно верно. И вот там же говорят об этом, о том, что это личность одна и та же. Это портрет Шекспира и тот, и тот. И здесь объединяет, конечно же, вы правы, костюм, воротник, эпоха. Даже при том, что они выполнены в разной манере. Справа мы видим с вами гравюрное изображение, слева мы видим с вами живопись. Но, тем не менее, они объединены единственной, объединены той персоной, в первую очередь, которая у нас с вами. Другой пример. Что объединяет эти два изображения? Здесь, вы видите, уже, собственно говоря, два разных человека. Надеюсь, вы узнаете и того, и другого. Черно-белая, гравюра, портрет, мужчины, стиль рисования, гравюр. Да, гравюрный стиль, совершенно верно. И тот и тот портрет, они сделаны в одной стилистике. Они оба черно-белые. И в них, более того, если мы с вами говорим про гравюру, то мы с вами видим, что и стиль гравюры здесь примерно одинаковый. То есть это гравюра, которая в данном случае построена линиями и точками. У нас нет больших плотных черных пятен, которые здесь, например, были бы. У нас с вами все это сделано за счет штриховых линий. Я так буду, упрощая, не буду использовать терминологию, которая связана с гравюрами и так далее. Но стилистика у них единая, и поэтому мы их вполне можем использовать. Это то, что касалось единства. То есть единство – это то, что объединяет эти элементы. Не обязательно это должно быть одно и то же изображение. Это могут быть одинаковые стили. Это может быть черно-белое изображение. Это может быть еще что-то. Но должно быть что-то общее у двух элементов, которые мы с вами видим. Далее. Второй принцип – принцип баланса. Я думаю, принцип баланса всем нам знаком в том, что нам нужно добиваться равновесия. Равновесие может быть разное. Оно может быть статическое, может быть динамическое. Надеюсь, что если вы помните из курса физики, историю про равновесие, баланс это ровно об этом же. Но мы должны еще учитывать определенные оптические особенности, которые у нас с вами существуют. Смотрите, мы с вами изначально имеем идеальное равновесие, баланс. Ничего нет – пусто. Когда у меня появляется объект в листе, этот объект сейчас стоит по центру листа. Но если мы с вами будем на него смотреть внимательно, то мы с вами видим, что у нас есть ощущение, что этот объект не висит в воздухе, а он немножко падает вниз. Потому что геометрический центр у нас с вами находится не в том месте, где оптический. Я чуть-чуть приподниму его для того, чтобы объект оказался в оптическом центре полосы. И мы с вами снова добились баланса между соотношениями между объектом, углами, сторонами листа. И у нас с вами ощущение, что этот объект находится в таком висячем положении, он завис в воздухе. Не падает, никуда не движется, а завис в воздухе. Теперь этот объект упал. И это тоже статическое равновесие. Баланс, который у нас с вами есть, объект оказался внизу, он выровнен относительно листа. И в тот момент, когда появляется новый объект, смотрите, равновесие нарушается. В тот момент, когда равновесие нарушилось, нам нужно чем-то его компенсировать. А чем мы можем компенсировать? Например, третьим объектом, таким же, равновесие вновь восстанавливается. Но что произойдет у меня несколько объектов, а один из этих объектов станет больше. Смотрите. Он стал больше, и опять равновесие нарушилось. Что я могу сделать для того, чтобы восстановить равновесие? Вот здесь я задам вам вопрос. Как можно попробовать восстановить равновесие этих объектов? Как вы считаете? Что бы вы сделали для того, чтобы опять было ощущение не перевешивающейся правой половины, а чтобы у нас с вами было равновесие? Извините, расположение, увеличить все, либо сместить все. Сместить центральный круг или оба. Переместить больше объект налево. Большой объект в центр. А если нам конфигурация все-таки вот такая, как сейчас стоят эти объекты, так у нас третий уже есть на листе. Один из них увеличить до среднего размера. Добавить сверху один маленький. Да, возможно. Есть и только три объекта. Вот с тремя этими попробуем обходиться. Сместить центральный круг. Добавить небольшой объект так до бесконечности. Ну, это средний. Подвинуть к левому шарику. Да, можно. Но на самом деле я могу попытаться даже компенсировать это, сначала отодвинув, вспоминая про правила рычага, я надеюсь, вы помните его из физики, подвинуть левый небольшой круг чуть влево. Я его отодвину, у меня равновесие немножко нарушилось, и теперь я подвину еще и центральный объект. Вот мы с вами снова получили равновешенную конструкцию в листе. Конечно же, это не единственное решение, то есть решение там добавить еще круг, еще что-то. Да, можно получить из песика прекрасно, да, как бы заглядывающий совершенно верно. Вот. Хотя у нас нарисованы три круга, и вы сейчас на самом деле демонстрируете один из принципов, что человек всегда пытается найти себе интерпретацию в тех объектах, которые он видит. Это очень хорошо, потому что он должен об этом говорить. Третий прием, прием контраста. Контраст, мы с вами воспринимаем это как нечто противоположное. На самом деле это не совсем так. Смотрите, у нас с вами, по поводу доказательства равновесия. Доказательство равновесия, оно визуальное. Олег Алексеевич, здесь нужно тренировать взгляд. Понимаете, геометрический центр, это все хорошо, но геометрический центр, он неправилен. Потому что оптический центр находится выше, и дальше мы начинаем попадать в область, в которой нам нужно, чтобы визуально это ощущалось, как находящееся в равновесии. Не с точки зрения формальных сил и измерений, а именно с точки зрения визуальной. И это, поверьте, большая разница. Если вы когда-нибудь посмотрите очень близко и крупно шрифты, какие-нибудь увидите, что там все совсем стоит не на одной линии, и что все линии не одинаковые. Даже в моноширинных шрифтах и в линиях одной толщины. Просто потому что есть огромное количество оптических иллюзий, которые мы должны с вами учитывать. Мы можем отдельно просто про это говорить, и сейчас это не предмет моего вебинара сегодня. Ну что ж, контраст. В данный момент у нас два объекта, и они два одинаковых объекта. Контраста сейчас у нас с вами нет. Контраст – это отношение достаточно сложное в том плане, что оно нарастает постепенно. Смотрите, вот у нас есть легкое контраст. Дальше мы с вами начинаем увеличивать еще, и вот у нас с вами усилился контраст. И, наконец, далее. Если мы с вами начинаем увеличивать еще объект, еще больше контраст, но при этом вы видите, что начинает теряться связь между этими объектами. Здесь эти объекты еще из одной группы, здесь они уже начинают отличаться. А вот здесь у нас с вами при очень сильном контрасте, у нас с вами один объект фактически пропадает и становится уже неким таким спутником. Круг выглядела, как спутник чего-то. Мы можем с вами очень сильно увеличить размеры, например, но в данном случае отношения контраста у нас с вами нет. Мы с вами видим, что это два отдельных элемента, и нет ощущения связи между этими двумя вещами. А здесь связь присутствует, здесь связь присутствует, но вот тут уже связи нет. Поэтому если говорить об отношении контраста, то отношение контраста, оно сложное в том плане, что когда два объекта очень похожие, у них практически нет контраста, и они выглядят как дребезг, несколько похожий объект. Когда они начинают постепенно увеличиваться по размерам, то мы с вами в какой-то момент получаем контраст, достаточный контраст. При дальнейшем изменении размеров, соотношении размеров между ними, то контраст начинает утрачиваться. В какой-то момент, ну, чем-то это может напоминать кривую Гауссу, да, там, отношения. Может быть, она немножко будет смещённая у нас с вами вправо, но по большому счёту такая колоколообразная форма, она будет характерна этим отношениям, для того, чтобы вы представляете. Ну, и, наконец, четвёртый принцип, да, четвёртый принцип динамика. Вот. Олег Васильевич, ещё раз повторю, мы с вами сейчас говорим не о геометрических параметрах, да, а о оптических. А с оптическим восприятием история совершенно отличается, потому что нет жёстких цифр. Площадь и расстояние центра – это всё хорошо, но это геометрия, а геометрия визуально в листе не работает, потому что у вас есть земля, у вас есть небо, условно говоря, да, как бы есть сила притяжения, которую мы с вами все компенсируем. Вот. Вот так. По поводу динамики. Динамика. Динамика. Движение. По поводу цифровых рекомендаций. Я чуть позже про это скажу, окей. Динамика. Когда мы говорим о динамике, то у нас есть состояние покоя, и в тот момент, когда появляется объект, он начинает относиться к одному из элементов, у нас с вами возникает впечатление движения. Смотрите. Давайте посмотрим вот сюда и подумаем, какое у нас с вами сейчас движение происходит для вас в этом листе. Что куда движется? Ускоренная. Так. Маятник. А маятник в какую сторону движется? Средний слева направо. Так. Окей. Право-лево. А я сейчас передвину вот этот круг. А сейчас какое движение? Куда для вас сейчас это движется? Налево, направо? Вправо, да? То есть движение сейчас идет вправо. Не движется три круга в статике. Так. Окей. Остаться с личным двигателем, правильно. Для меня туда же она замедленная. Так. Вправо. Окей. Движение вправо, ускоренное, замедленное. Да, совершенно верно. Мы можем об этом говорить. Мы можем усилить это движение в листе для того, чтобы у нас с вами возникал некий рост. Можем еще усилить его за счет размеров. Да. И мы с вами получаем еще большую динамику. Визуальную динамику в листе. Вот. За счет того, что у нас с вами есть и направление движения в виде роста, и увеличение при этом райзера. Если я буду райзерс увеличить в другом, мы с вами получаем другое движение. Поэтому движение за счет статических фигур мы с вами можем создать. И, наконец, нюансировка. Нюансировка – это принцип, который говорит о том, что нам с вами нужно выравнивать отдельные элементы и пытаться уменьшать шум и дребезг. Нюансировка – это мелкий деталь, на который мы с вами должны обращать внимание. Вот смотрите, например, у меня есть какие-то шесть квадрайтов, шесть элементов, которые стоят в листе. Вы видите, что... Я надеюсь, что для вас сейчас есть ощущение все-таки дребезга в этой всей конструкции, и ощущение того, что все что-то как-то не очень правильно, потому что расстояния у нас с вами все какие-то разные, все элементы чуть-чуть не выравненные, да, и какие-то по размерам тоже. Попробуем... Нюансировка, собственно, состоит в том, что мы сейчас попробуем привести их в порядок, да, как-то упорядочить и поставить их на какие-то места. Но для начала давайте просто их подвинем, да, и чуть-чуть изменим размер. Вы видите, что у нас с вами на самом деле после того, как мы подвинем чуть-чуть разные размеры отдельных квадратов, да, попробуем привести их к двум понятным размерам. Вот, цветные совершенно верные, я про это тоже скажу сейчас просто. Мы с вами попробуем привести к двум понятным размерам эти элементы. Один в четверть квадрата и один в большой квадрат, да, то есть большой квадрат состоит из четырех вот этих. маленький. Вот у нас уже два размера, еще меньше стало хаос. Но теперь у нас с вами мы видим, что вот эта часть явно перевешивает, да, поэтому нам надо с вами попробовать ее как-то уравновесить. Поднять, но левая часть все равно более тяжелая, переставить, подвинуть правую часть вбок. Дальше попробовать еще подвинуть, переставить, да, вы видите, у нас с вами получилась опять динамическая же конструкция и элемент у нас с вами оказался вот тут. И, наконец, можно попытаться здесь на самом деле как-то уменьшить вес вот этого черного квадрата. И я хочу вас спросить, как бы вы сейчас попробовали уменьшить вес этого черного квадрата, чтобы он не перевешивался вот здесь. Серым цветом. Да, может быть серым. Но я на самом деле сделаю это красным. Смотрите, то есть изменение цвета совершенно по-другому будет строить конструкцию. Потому что изменение цвета ослабляет вес элемента для нас, с вами ощущаемый вес элемента. И тем самым мы с вами воспринимаем этот элемент по-другому. Смотрите, вот пять принципов, о которых мы сказали. Единство. У нас должно быть что-то похожее друг на друга, соединяющее все элементы в нашей презентации. Баланс. Мы должны равновешивать элементы на листе. Контраст, которого мы должны добиваться. И контраст на самом деле один из очень важных принципов, потому что мы должны опираться на него. Контраст в данном случае очень важен для того, чтобы мы выстроили иерархию в листе. Что вот это у нас с вами главное, это второстепенно, это третье степенно. Динамика, которая задает нам движение в листе. И, наконец, нюансировка, мелкие детали, которые мы с вами должны внимательно и тщательно балансировать. По поводу золотого сечения. Золотой сечения – это не принцип. Это способ пропорционирования. Поэтому золотое сечение – это, опять же, конструкция, которая строится на основе баланса и определенных правил построения ритма. Поэтому к принципам дизайна золотой сечения не относятся. Как использовать эти элементы? Во-первых, один из способов использования вы увидели в начале, когда я перекомпоновал эти элементы. Моя задача была в том, чтобы посадить эти элементы на нужные места, подвинуть, найти им такое положение для того, чтобы мы с вами их каким-то образом уравновесили, и не было ощущения, что какой-то элемент отваливается от другого, что-то у нас с вами там выпадает и так далее. И вернусь еще раз к тому, что по поводу цифровых рекомендаций, по поводу расстояний, скажу вам так. Геометрические расстояния можно выравнивать. После того, как вы поставили, дальше приходится двигать эти объекты для того, чтобы они оптически стояли с одинаковым расстоянием. Потому что геометрическое и оптическое расстояние – это две разные вещи, к сожалению. И мы с вами от этих иллюзий абсолютно не свободны. Нам приходится сдвигать, потому что один элемент в взаимодействии с другим для нас с вами, и эти элементы совершенно разные. Если вы посмотрите на шрифты, внимательно увеличьте как-нибудь, например, у себя, и посмотрите на буковки, то вы увидите, что у А вверх торчит, у О и С вниз провисают элементы. Относительно линии шрифтации. Для того, чтобы скомпенсировать эти элементы. Красный для контраста и для уменьшения веса. Представь себе, если бы я поставил двойку черной. Думаю, вы прекрасно понимаете, что если бы она была черной, то это была бы гигантская большая масса. С одной стороны, я уменьшаю вес, с другой стороны, это добавляет контраст. И плюс у нас с вами за счет этого есть единство. Потому что если вы посмотрите, у меня есть некоторые в логотипах, в некоторых, опять же, красный цвет. Если бы эта штука была желтой, в общем, эти логотипы тоже бы отваливались. Так что сразу несколько отношений, которые мы с вами здесь вместе берем и начинаем использовать. Примеры. Примеры на презентациях могу привести. Для начала. Первый пример – это то, что мы с вами разбирали в пятницу, если вы помните. У нас с вами был слева слайд исходный, справа слайд, который я переделал. По поводу, если была бы серая двойка. Серая двойка, да, могла бы быть, но тогда бы это смотрелось более темным. В целом, весь лист, потому что большая масса серого, почти монохром, вот эти цветные элементы, они бы выпали. Это, на самом деле, очень хорошее упражнение. Я вам его советую. То есть взять какое-то изображение, попробовать на нем просто перекрашивать какие-то элементы. Посмотрите, а как это работает. А если я возьму вот такой цвет, а если я передвину эти элементы, еще что-то. Потому что это позволяет вам развивать как раз навык восприятия. Навык восприятия объектов, на которые вы смотрите, навык, собственно говоря, композиции. Потому что все эти вещи, да, это все тренируемые навык восприятия отдельных элементов. Насмотренность плюс тренировка, больше ничего. Теперь смотрите. Вот пример, который мы с вами в прошлый раз разбирали. Да, слева и справа. Если мы с вами сейчас посмотрим на те принципы, которые я использовал. Давайте подумаем. Давайте попробуем подумать, какие принципы сейчас в левом использованы и в правом использованы. И левый и правый для вас, чем они отличаются? С точки зрения ощущения. Давайте пройдемся по единству, по балансу, по контрасту. А симметрия, Б движение. Так. При этом, да, если вы посмотрите, там симметрия не совсем хорошая, да, если бы убрать вот этот вот еще там пару плашек, которые навешиваются, да, на самом деле вот эта вот синяя плашка, которая навешивается вот этим длинным хвостом с такого бледно-зеленого цвета, такой немножко, желтовато-зеленого цвета. Вот. То, да, симметрия, Б движение. Так. Если говорить о контрасте, где использован принцип контраста у нас? Слева, справа. Во втором. Справа, да. Контраст между элементами, да. При этом давайте посмотрим на то, как этот контраст работает внимательно. На первом вытянутый шрифт, да, это, ну, это дисбаланс, привычка к тому, что, в общем, шрифт должен выглядеть нормально, вот. А если мы посмотрим на левый и правый, смотрите, здесь, если мы посмотрим, да, иерархия каким образом выстроена. Первое, что вы видите, Великая Отечественная война, да, и дальше все примерно одинаково. И 1941-1945 вываливает. Здесь у нас с вами конструкция построена следующим образом. Здесь у нас с вами основное изображение, да, и дальше мы видим, например, Великая Отечественная война, 1941-1945 год. И дальше уже есть некий элемент, который завершает. Если я его уберу, будет... Право-стреминальный поворот влево-вниз, и слабый акцент в заголовках. Да, то есть здесь акцент сделан на изображении, да, намеренно слева у нас с вами акцент сделан на только надписи, да, при этом картинки, они для чего-то стоят, но они совершенно не нужны. Давайте посмотрим на другие слайды. Помните, я второй слайд разобрал на три, поэтому вот смотрите, опять же, да, если говорить об иерархии, одинаковые элементы все одинаковые по массам. У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть одинаковых масс, которые есть, шесть кружков, которые мы с вами видим на листе. Нет иерархии. Контраст в данном случае позволил нам с вами четко разобрать этот элемент. Нижняя часть. Изображение мы смотрим на него, потом смотрим на текст. Далее, здесь изображение, не текст. Да, там совершенно, как говорят, справа давит на эмоции, а слева вообще как раз хорошо, чтобы ученик поспал, потому что никаких эмоций не будет от такого презентации. Согласен с вами. Здесь, опять же, да, контраст, который в данном случае создает дополнительное ощущение, да, как бы вы пытаетесь передать эмоциональное напряжение в данном случае, да, и у нас с вами есть понятные элементы. Большой элемент, средний элемент по размерам. Не шесть одинаковых, в которых взгляд теряется, вы смотрите куда-то вот сюда, вот в эту белую место, вот в эту какую-то дырку, в среднюю, в которую вы очень не нашли. Второй пример. Тоже слайд. Вы помните, это был один из слайдов из тех презентаций, которые мы с вами смотрели в прошлый раз. Давайте попробуем подумать, что здесь лишнее, что можно убрать и что здесь главное. Давайте сначала, что здесь лишнее, чтобы вы убрали. обложка, полосы цветовые, так, рамочки, так. Про обложку не согласен, потому что, может быть, автор считает, что все-таки нужно показать обложку этой книги, может быть, это важно, да, поэтому обложку я бы, наверное, оставил. Один портрет, два автора. Да, ну, вы видите, что под портретом из подпись Хайма Перельман, поэтому, в общем, один автор. Библиографическое описание. Да, с другой стороны, человек, видимо, говорит об этой работе Хайма Перельмана, и, в общем, может быть, оно нужно, но его надо сделать меньше. Много разного шрифта, да, то есть, два разных шрифта, плюс еще шрифт на обложке. Обложка уравновесит. Чем уравновесит? Либо обложка, либо библиописание. Не согласен, потому что обложкой могу привести оригинального западного издания, как вы видите здесь, да, как бы. А библиографическое описание, можно говорить про русскую, голубой цвет едкий. Ну, какая была обложка, что поделать? Авторы такие. Классической научной презентации, дизайна нет, лишнее оформление шаблона, зачем рамка портрета? Рамка для портрета совершенно не нужна, абсолютно согласен, да. Оформление шаблона тоже стоит убрать. Давайте попробуем вот на этом же материале, сейчас покажу пример того, как вот этот слайд может выглядеть лучше. Я сознательно не убираю очень многие элементы. Смотрите. Уберем, добавим единство. Поиспользуем один шрифт. Уберем ненужные линии, да, которые у нас с вами здесь есть. Добавим рамки, да, вы видите, появились черные тонкие рамочки, которые подчеркивают форму нашей фотографии. Все слайды осталось тот же самый. Видите, полоса слева она была, но, в общем, она здесь сохранилась и работает как еще один элемент, уравновешивающий вот эти три изображения, фактически, да, полоса, портрет и, собственно говоря, обложка. Обратите внимание, что произошло здесь. Также я немножко разобрал иерархию, потому что, если посмотрите вот сюда, вот это и вот это, оно примерно одной массы. При том, что здесь, наверное, главное, это Хайм Перельман, потом годы, а здесь, видимо, название произведено, никак не вот конкретной страницы там или еще что-то. Поэтому здесь, собственно, вы видите, размеры изменены, а здесь тоже что-то акцентировано, а что-то выделено. Для того, чтобы мы понимали, что это Перельман и Ольбрехт-Систитека, да, как бы, и дальше уже стоят названия. Обратите внимание на то, что мы стараемся, опять же, оптически выровнять эти элементы друг относительно друга для того, чтобы эти элементы у нас с вами вставили. Я специально не стал здесь менять радикально слайд, но вот из того же материала, с тем же шрифтом, для того, чтобы вы видели, как эта вещь может работать. На остальном попе, где портрет второго автора? Второго автора, пардоните, не было, видимо, у автора, поэтому как автор презентации поставил одного, видимо, ему Ольбрехт-Систитека не очень важен, ему важен Перельман с языком модели социального взаимодействия, поэтому вот. Мало воздуха, согласен, но в данном случае, это вопрос о балансе, да, нужно ли здесь много воздуха или мало, я бы, конечно, разбивал эти вещи на несколько слайдов, но если вы делаете очень насыщенный, то, по крайней мере, старайтесь разобрать так, чтобы был понятный акцент в вашем листе. Следующий пример. Пример немножко выходящий из области стандартов презентации, презентацию, которую сделал один мой коллега для ScienceLime в Челябинске. В рамках первого ScienceLime в Челябинске он выступал, выступал с историей про, в общем, достаточно сложную вещь, он физик, атомщик, и рассказывал про, в общем, деление ядра и связанное с этим вещь. И он попросил меня покрасить ему три слайда, потому что выяснилось, что, в общем, на репетиции выяснилось, что, в общем, не очень хорошо это выглядит, потому что рисунок у него есть, он тонкий, как бы, и, в общем, на проекте все теряется. Вот. Поэтому в презентации у него были три закона движения, закона Ньютона. Вот сейчас я вам покажу эти три слайда в том виде, в котором он мне их прислал. Это был первый слайд, и вот эти изображения практически пропадали. Это был второй слайд. Опять же, еще раз напомню, ScienceLime – это такое мероприятие, на котором физики объясняют это достаточно таким веселым образом, да, то есть это не научный доклад, это скорее такая, ну, практически барная история, когда вам популярно объясняют какие-то вещи. И, наконец, третий закон Ньютона, вот, сформировка про еёшное морожение, то же самое, что может наезжать. Вот. Ну что ж, соответственно, что можно было сделать? Можно было покрасить, да, и поэтому я сейчас вам покажу несколько разных заходов на одну и ту же историю. Итак, первый вариант – просто покрасить. То же самое. смотрите, раскрашенные слайды. Смотрите. Ну, уже стало лучше, по крайней мере, по сравнению с тем, что было. Второй и третий. В тот момент, когда мы раскрашиваем, конечно, объекты становятся более понятными и элементы уже лучше. Но, на самом деле, если бы это только покрасить, то, в общем, слайд это, конечно, по цвету спасает, но не спасает от всех остальных проблем. Что вам здесь мешает, скажите мне, пожалуйста, на этих слайдах? Есть ли какие-то вещи, которые вы бы убрали или поменяли? Ньютон, с правого угла, так, цветил лучше, да, убрать Ньютона, так, еще что, много деталей каких? Ну, вы понимаете, да, что, в общем, тут маржа с ежом, текст, там, еж на марже, в общем, их убрать нельзя, третий закон тоже нельзя убрать. Градиент в фоне – да, при том, что, более того, мне, например, здесь несколько раздражают вот эти вот такие тонкие рамочки, которые очень понятны. А ежей, маржей, если убрать, то, в общем, будет какая-то тухлая история, вот, на этих слайдах, вся соль в этих ежах с маржами, вот. А как можно попытаться добиться лучшего эффекта, если не просто покрасить эти же вещи? Рамочку другого цвета. Я вам скажу, я вообще рамочку укину, как таковую, да. Вот ровно то же самое, что здесь. Те же базовые изображения, заменен текст. Вот, вы видите, это использован другой шрифт, шрифт, имитирующий рукописные буквы, написанные пером, но при этом курсив. Вот, и совершенно верно, динамику видите, потому что в исходном, в общем, там динамика, она была, но текст вас уводил от этого. Сейчас вы видите прямое попадание текстом ежа, и, в общем, текст оказывается ровно на том месте, на котором у нас есть с вами это направление движения. Другой пример, да, второй закон в данном случае. Опять же, текст перенабран, да, ровно тот же, который был, убраны сверху там законы. Ну, смотря что вам плохо читается, надпись «Морж более гордая птица, чем еж», но в данном случае не было задачи сделать так, чтобы это читалось, потому что автор это произносил все равно, да, как бы, очень важно, чтобы это все воспринималось. Кроме того, здесь не настолько сложный по форме шрифт, для того, чтобы это не читалось. А стилистику ньютоновского периода, да, мы вполне получаем. Ну и, наконец, третий закон Ньютона, который мы с вами видим здесь, да, соответственно, тоже с «Моржом и ежом», наверное, это самый такой тяжелый слайд в плане того, чтобы конструкция, потому что здесь нет как таковой динамики, они два примерно одинаковые статичные, поэтому, в общем, может быть, я бы здесь еще что-то перерисовывал в изображениях, но тем не менее. То, он остался таким, как и есть. Первый, конечно, был лучше. Вот. Еще один вариант, который очень часто приходит, а если взять и заменить на клепарку? Вот в той же самой исходной, да, я могу вам показать, что произойдет, если возьмете какой-нибудь клепарт, поищите и подставите, да, вот какие-то изображения из клепарта, ну, где-то немножко текст может быть переставленный, вот. И посмотрите, как эта штука работает. Вот. Вы видите, что на самом деле клепарт здесь не очень хорошо заходит, потому что это совершенно какие-то разные три стиля рисования, вот, один, второй и третий, и, в общем, целостности здесь нет, да, а шрифт вообще как бы немножко про другое. Вот. То же самое здесь, да, то есть вот есть еж, морж, и, в общем, здесь на самом деле эта история выглядит прямо очень искусственно. вот, поэтому я бы, конечно, вот клипартом, да, если вы пытаетесь сделать и заменить это клипартом, в общем, очень сильно бы думал, а стоит ли это делать. Потому что иногда можно, можно, когда вы подбираете очень хорошо изображения, которые попадают в одну стилистику, или один автор их отрисовывает, почему нет. Но когда у вас вот такая кашка из разных элементов, то, в общем, здесь стилистика не работает. Более того, посмотрите, если вы понимаете, посмотрите, то этот еж, он такой с объемным, да, как бы почти 3D, какой-то такой визуально выглядящий, и совершенно плоскостной морж, да, такой по стилистике совершенно другой. Вот. Напомню еще раз то, о чем говорил в пятницу. Ключевой принцип, о котором мы с вами говорим, когда выбираем какие-то элементы, и которые мы включаем в композицию, это принцип less is more, о котором говорил Людвиг Миссан-де-Роэ, и, собственно говоря, принцип his, о котором я тоже говорил в пятницу, и в той формулировке, которую, собственно, приводил в современном андесен-текзапери, о том, что совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять. То есть все ненужные элементы, все мы с вами стараемся убирать и не использовать, да, то есть если градиентик нужен для того, чтобы было живенько, убирайте. Живенько вам не нужно, вам нужно, чтобы эта вещь работала, работала хорошо, функционально и так далее. Вот в тот момент, когда вы поймете, да, там, разберетесь правило, начнете выстраивать конструкцию таким образом слайда, что вы уже, собственно говоря, будете понимать в том, что вы делаете, да, в обычных, да, в простых вещах, вот тогда можно начинать эксперименты, но очень аккуратно, да, пробуя и смотря, как это работает. Вот до той поры лучше использовать отдельные вещи. Поверьте, лучше просто взять чистый лист, набрать хорошо текст, и это уже будет хорошо, да, поставить одну картинку, поставить рядом текст, вот, не надо пытаться все сразу вместе помести. Напоминаете принципы, о которых я говорил в прошлый раз, да, и сразу расшариваю еще такую, на этот раз тоже небольшой фрагментик презентации для вас, вот, на которых и, собственно говоря, принципы дизайна перечисленные и принципы вот этих работ с изображением. Не больше трех изображений на слайде, вот, обратите внимание, у меня была история с Ньютоном, но там не изображение, там изображение одно фактически таковое, в котором происходит сюжет, а разные не стоит использовать. Не надо смешать разные изображения, я думаю, вы сейчас увидели это на примере Клепарта. Унификация размеров, либо выстраивание иерархии. Это история про нюансировку и про контраст. Либо мы делаем единство и делаем одинаковые элементы, либо мы добиваемся контраста, но понятного контраста, и мы выстраиваем размеры, выстраиваем некое движение глаз для человека. Вот мы видим первое, второе, третье. Первое мы видим крупную картинку, второе мы видим текст, третье мы видим некое примечание. Отказ от эффектов теней перспективы, да, то есть всякие деформации типа World Art, забудьте про них. Всяческие тени тоже забудьте про них, не нужны они вам, сделайте плоские. По одной простой причине, потому что, Елена Владимировна, потому что это практически всегда не оправдано. Нет, из всех презентаций, которые, собственно говоря, я вижу, да, скажем, это оправдано в 3-4% случаев. В всех этажных случаях это человек сделал просто, ну, чтобы было нарядно. Вот, чтобы было, не надо. Вы должны четко понимать, для чего вам этот эффект. И почему нужна такая вещь? Вот. То есть, если нет мотива, лучше это не использовать. По поводу воздуха, о котором говорил уже там Игорь Миляевин, как добавить? Сделать фон простым. Убрать все элементы из фона. Вот. Убрать колонн-титулы. Не нужно. Вот. Убрать ненужный клепарт. Если клепарты не нужны, то, соответственно, не надо его использовать. Одна идея, один слайд – это делить заголовок от остального контента. Что вы понимаете под смешением стиля? Смотрите, Николай Николаевич, вот чаще всего история очень простая. Когда вы берете изображение, да, то, например, фотография и рисунок, да, надо смотреть, как вы их соединяете. Например, цветная фотография какая-нибудь такая очень простая. И если вы берете, скажем, рисунок, тоже какую-то цветную акварель, их очень тяжело поставить вместе. Лучше добиваться контраста. Например, вы берете черно-белую графику и цветное изображение. Вот. По поводу забить всю полезную площадь слайда объектами, да, иногда и новички пытаются то же самое сделать, хотя это не нужно. Вот. По поводу, если говорить о смешении стиля еще, старайтесь выбрать какой-то один стиль изображения и, собственно говоря, ему следует. То есть, если вы выбираете, например, смотрите, вы используете плоскую графику, да, значит, плоские цветные элементы, плоская графика, значит, все подбираете в одну стилистику. Если вы используете какие-то там значки, например, да, откуда-то, то тоже в одной стилистике. Не так, что один значок у меня трехмерный, другой значок у меня плоский, а третий у меня с имитацией объема, псевдообъемом, такой псевдо-3D нарисован. Да, потому что в данном случае вы одни и те же элементы, по сути, которые должны быть, да, как бы по функциональному назначению. Вы пытаетесь, вы их используете не вместе, у вас не возникает некой системы единой. Здесь мало единства, а для контраста здесь уже слишком много, они все разные. Они не похожи друг на друга, именно поэтому лучше выбрать какой-то один стиль. Либо, если вы понимаете, что один из приемов, о котором я могу сказать, скажем, да, вот прием, который я очень часто использую, например, в каких-нибудь там изданиях или еще чем-то, когда мне нужно, например, поставить там фотографии людей, да, и мне присылают, не пойми, какие фотографии людей, ну, то есть каждый что-то себе нашел и прислал. Они все с разным цветом, да, там, с разным освещением, непонятно, где сняты их, что-то профессиональное снято, что-то непрофессиональное снято, а нам нужны портреты. Как можно эти вещи соединить? Можно соединить за счет неких простых приемов. Один из приемов, например, взять, поставить некую форму, да, поставить их всех в кружки, как делается на многих сайтах. Другой прием. Взять и сделать их все черно-белыми. Вы объединяете их цветом, и тогда уже вот этот разнобой и разношерстность в цвете, она не работает, да, как бы так сильно. А, наконец, вы можете взять и покрасить их, тонировать, да, в какой-то, например, всех покрасить там в красную гамму или в синюю гамму. Да, то есть, или там эффект сепии сделать, да, все под старую фотографию составлено. Здесь у вас возникает единство, и тогда эти элементы уже восстанятся как единый стиль. Вот. А не смешивые элементы. По поводу воздуха я уже сказал. Ну, собственно говоря, по поводу того, плоский дизайн модуля навсегда. Знаете, это маятник, Павел Ильич, по поводу плоского дизайна. Потому что, на самом деле, мы с вами, если посмотреть так в исторической ретроспективе, то мы с вами можем увидеть, что перед плоским дизайном, вы помните, наверное, было такое направление, которое называется кеоморфизм, да, то есть, имитация реальных объектов, да, и, собственно говоря, айфоны первые, да, и iOS на айфонах была, собственно говоря, с этой имитацией, да, то есть, имитацией там реального бумажного блокнотика, еще чего-то. Дальше происходит усталость, и, собственно говоря, маятник качается в сторону плоского дизайна, когда мы уходим в честь функционализм. Вот. Можно посмотреть в другую сторону, да, как бы, а еще до этого, если посмотреть конец 90-х годов, например, начало 2000-х, то там вы увидите, так называемую гранж-типографику, когда текст был жутко деформированный, когда он превращался в такую, в кучу просто элементов сваленных внизу, ну, и он был практически нечитабельный. Это тоже было такое направление в дизайне, от него ушли, но в какой-то момент он, наверное, вернется, то есть, потому что ты приходишь в тупик и дальше начинаешь возвращаться. Вот. По поводу в презентациях незаконной мода, да, но, в общем, на самом деле мода, она единая на весь дизайн, через все. Поэтому здесь очень важная история – это функциональность, да, как бы, и от нее, конечно, мы с вами никуда не уйдем, поэтому плоский дизайн на сегодняшний день, конечно, начинает немножко меняться, потому что, если мы посмотрим, несколько лет назад был такой пик истории с материал-дизайн гугловским, да, вот этим вот объемом, а сейчас мы как-то отошли немножко в сторону, да, от этого уже. Вот. При том, что он сохраняется, но возникают более сложные стили, да, возникает там уже графика, вот. Недея модернизма, ну, безусловно, собственно говоря, на 60-е годы прошлого века в Америке, когда, собственно, стал популярным международный типографский стиль, интернашный типографик стайл, с гельветикой и всем остальным, а потом от этого была усталость, потому что гельветика была шрифтом корпорации, и некоторые дизайнеры сознательно перестали использовать гельветику, потому что, в общем, ну, это... Это вот тот буржуазный мир, а мы про свободное творчество, да. Потом была новая волна, в которой история менялась, вот. Поэтому, в общем, здесь вся история, она такая плавает в разных направлениях, и это все равно в какой-то момент возвращается. Но самое главное, о чем мы должны думать, все-таки презентация, которую мы с вами делаем, это история, в которой мы пытаемся передать информацию. И передать эту информацию мы с вами можем за счет того, как мы это выставим. Поэтому очень важно выстраивать именно это. Сейчас есть презентация, похожая на черновики, с обводками нужных текстовых единиц, с подчеркиванием турки. Да, Елена Владимировна, есть такие штуки, и это, опять же, некоторая усталость от одинаковых презентаций, глянцевых и незапоминающихся, да, как бы от такой... Попытка отстроиться от бизнес-корпораций, типа, мы не такие. Но мы должны очень четко понимать, для чего мы используем такую презентацию, в каких случаях. В каких случаях я буду использовать тот или иной шрифт, в каких случаях я буду использовать такую графику. Мы должны думать об этом, потому что если я пытаюсь все-таки сделать так, чтобы человек сосредоточился на контенте, то мне, видимо, нужно думать скорее о содержателе и о том, чтобы человек сходу все легко увидел. Дизайн ради дизайна, да, то есть, скажем, сделать имитацию там черновиков ручных, да, прекрасно можно, если этот почерк не разборчивый, то как мы передадим? Никак. Поэтому очень важно понимать, для чего я это делаю. В какой момент я использую тот или иной пример и тот или иной прием. Если я прием использую просто потому, что этот прием использует там кто-то, да, то, в общем, это не аргументация. Мне нужно понимать цель, для которой я это делаю, задачу, которую я решаю, и дальше, соответственно, в рамках этой задачи уже использую. Ну и, наконец, чего избегать, я напомню еще раз, мы с вами об этом говорили в прошлой, в прошлую пятницу, я повторю и те же самые. Вещи, когда умно, но неясно, да, то есть мы видим с вами, когда есть множество элементов, очень много там графиков, таблиц, какая-нибудь прекрасная таблица с 50 параметрами на одном слайде засунутая, да, как бы, вот. Видно, что умно, видно кучу ссылок, но ничего не разобрать, потому что глаза разбегаются, вы ничего не видите. Одна мысль, один слайд. Один слайд. Когда дизайн слишком заметен, это вот к тому, о чем мы говорили сейчас, я не звонила. Вот. Когда форма важнее функции, это тоже, опять же, то, о чем мы говорили, что когда мы говорим, особенно об учебных презентациях для студентов или еще что-то, важнее функция и важнее понятность, чем некая условная красивость, когда вы делаете какое-то изображение для того, чтобы было нарядненько. Нет. Важно, чтобы материал очень четко, хорошо доходил. Ну и, наконец, украшательство вместо дизайна. И вы помните, я показывал прекрасную в пятницу презентацию, где была и звуки, и анимация, и чего только не было. Вот. Но, еще раз, очень важно, чтобы каждый элемент, который вы используете в презентации, вы должны понимать для чего, то есть с какой причины. И, возвращаясь, как бы так, замыкая этот пятничный цикл, да, вот, закольцовывая историю с пятницей, а если вы помните, я говорил о принципе пять почему, да, FiveWise, который использует компания Toyota. Вот ровно то же самое. Пока вы не можете объяснить, почему нужно использовать этот элемент, и нет понятного, рационального объяснения использования, и это действительно укладывается во всю систему, значит не нужно это использовать. Только в случае, когда вы это понимаете. Вот. Ну что ж, вот, все, что было здесь, да, скажем так, это на сегодня, наверное, все. По поводу геометрии, оптика, центра и цифровые рекомендации. По поводу оптического центра. На самом деле, я здесь могу посоветовать насчет, там, рекомендаций, наверное, для тренировки оптики. Это история, посмотреть книжки, можно почитать, во-первых, про оптические люди всевозможные, да, потому что это, собственно говоря, те элементы, которые нам приходится использовать, это первое. И второе, почитать книжки про, например, создание шрифтов, потому что там очень много этого. Оптический центр, если вы посмотрите, обычно оптический центр находится где-то на, ну, грубо говоря, там, на одну восьмую выше геометрического центра, примерно. Вот. Вопрос, почему я не использую больше размер шрифта на предыдущем слайде, потому что у меня здесь везде конструкция построена с одним размером шрифта, поэтому я не использую его крупнее, но при этом мне этого достаточно. Если я сейчас делаю такого же размера, как здесь, вы не увидите заголовок. Вот. Презентации, ну, вот презентации в принципе дизайна, тот фрагмент из презентации, который я вам даю, вы его можете скачать, вообще доступных ресурсов. Вот. Пятничный был в пятницу, я не знаю, честно говоря, там есть доступ, я думаю, Павел Юрьевич уже может сказать, там, можно это увидеть или нет. Вот. Есть еще вопрос, коллеги, пожалуйста. Если нет, то вот на это мы тогда будем закругляться. Ну, видимо, вопросов больше нет. Спасибо, коллеги. Павел Юрьевич, если у вас есть деньги, что то что Продолжение следует...